Музыка Ребята, всем привет! 2020 год нам четко дал понять, что нужно учиться зарабатывать в интернете. И зарабатывать могут далеко не только блогеры. Вы, наверное, уже наслышаны об удаленке, но немногие в нее верят. А зря, потому что люди, освоившие удаленку, могут зарабатывать от 70 до 100 тысяч и намного больше. Я не понимаю, почему остальные теряют такую возможность. Многие не могут себе позволить удаленку, потому что это дорого, это нужно проходить какие-то курсы. Поэтому я вам сейчас немножечко помогу. И хочу вам рассказать про школу современных профессий Интера, которая приглашает всех желающих совершенно бесплатно попробовать себя в новой профессии. В общем-то, ну когда, если не сейчас? Рассмотрите для себя направление «Личный помощник». Эта профессия как нельзя лучше вам подойдет. Если вы хотите проявлять себя творчески и имеете аналитический склад ума, если вам нравится влиять на решения людей, а коммуникации вообще ваш конек, кроме того, это еще одна возможность уделять больше времени себе и своим близким. Такой специальности не обучают в традиционных высших учебных заведениях, поэтому обращаемся к онлайн-университетам. Все очень просто. Заходим на сайт, вводим свой имейл и нажимаем «Принять участие». Можно еще через смс напомнить о вебинаре. Если, ребятки, вам понравится честно этот бесплатный вебинар, и вы задумаетесь о полном обучении, то тогда от меня вам приятный бонус. Назовите мой промокод менеджеру школы, и вы получите 10% скидку на обучение. И я считаю, что еще очень маловажно то, что школа помогает затем с трудоустройством. То есть она вас не просто обучает, но и потом помогает с работой. Так что ссылочку я вам оставлю в описании. Дерзайте и пробуйте себя в новых профессиях. Может, там волосы так поправить? Так, ребятки, хотелось записать сегодня видеоурок в инстаграм. Но время у меня не получилось, в общем, по времени. Вот такой у нас образ получился. Мы еще не сделали клубы. Вот. Поэтому еще как бы неполный образ, без платья. Какая чешка. Ага, другую. Так. Вот, так что. Класс. Сзади прям тоже круто. Так. Так. У нас сегодня и Даша, и Юля, и Свет мы сегодня взяли. Нереально красиво. Улыбайся. Можешь на плечико на сверху смотреться. Что, хочешь, напоменяемся? Нет. Все, ты? А ты мне не мешаешь. Так, Даша. Да, давай с прическа позотремся. Ты смотри, можем его подвинуть, как тебе удобно. Окей. Мы можем его вот сюда поставить, чтобы выглянуть у нее. Это работа топ-стилиста нашего Марии. И вот она, Машенька наша. Она теперь у нас полноценный стилист и прически, макияж и делает. Макияж и отучилась в этом году, теперь тоже делает. Стараемся. И плечики давай чуть назад и расслабываем. Давай, наверное, попробуем букетик назад взять. Как просто... Вы посмотрите на эту красотищу просто, реально. Ребята, я не могу не оставить вам инстаграмм этой прекрасной флористки. Так что, если вам нужны какие-то красивые букеты, не только свадебные, разные вообще. Нереально крутые букеты. Очень красиво. А может, ты их вообще снимешь? Я могу их снимать. Можно их снимать? Конечно, снимай. Если бы она была невестой, я бы ее в тапочках ходила. Ты просто на носочках можешь приставать, чтобы тебе удобнее было там, знаешь, осанку выпить. Так, это у нас работа мастеров Саши и Каролины. Вот она, Каролина. Вот она, Саша. Вот их работа шикарная. А, работа шикарная. Спасибо. Улыбайся, не бойся. Покажи свои зубки. Не мне, Даш. Вон. Говори, домой и покажи. Где яйца? Саша, ты полочек? Да. Нет, вообще ни разу. Ты так вздыхаешь. Извини, я громко дышу. Что-то вопрос к родителям. Вот, нормальная улыбка. Давай, давай. Ты видела, как я на требования там задавала? Нет. Поближе к себе, к макияжу букетика. Я же тебе порудалась. Смотри. Мне больше нравится. Там вообще. Боку от свечи. Вот так? Нет. 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 оплатилась, ну ёжащая на камеру, это бомба. Ты можешь поправить Мэйк? Да. Да, 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 убийца. Пятёрка тебе, ну что же, молодец. Всё, есть? Да, всё. Нет, вот так не видно. Блин, я могла бы и так стоять. Класс. Круто. Представляете, мы всю эту красоту сейчас будем разбирать. С ними ресниц, серёжки, украшения, пучок, блин, снимем. Капец, жалко так. Но просто поскольку у нас длины не хватало на пучок, мы добавили туда ещё пару прядей. Вот, сейчас будем снимать. Катя, на секунду увидела. Здесь его нет, чего? Я пучок Алене сниму. Лисучий. Нет, там был неон. Лер, сюда? Там был типа. Ребяточки, всем привет. Холосо, когда ты улыбаешься так, да? Это же так холосо. Моя солнышко. Моя солнышко холосо. В общем, ребятки, мы вам ещё ничего не рассказывали. Ребёнок. Ребёнок хочет покушать прямо на конкурс. Мы заболели. Вот так. И баба там улыбается, да, тебе? Подхватили какой-то как-то орвиж, да? Не знаем откуда, может быть, Виталик… Не знаю, может быть, от детей где-то подхватил или ещё что-то. Но, в общем, явно мы где-то подхватили. Сначала первый заболел у нас ВИД. Ты улыбку делаешь, да, Майс? Первый заболел у нас ВИД. Потом заболели одновременно мы с Амалией. Сегодня у нас идут уже четвёртые сутки, как мы болели. В общем, Амалия проснулась ночью в первый день от того, что у неё поднялась очень высокая температура. Она была просто огненная, она горела вся. Мы так испугались, начали ей давать жаропонижающее. Но где-то час у неё не сбивалась температура вообще никак. Потом, раз, резко спала, она уснула. Мы на следующий день вызвали врача, она сказала, что да, это вирус. Ну, то есть, что это не зубы, точно. У неё потому, что уже начали сопельки. Да баба-то! Баба-то! Ну, конечно же, баба не могла сидеть дома. Мы не хотели, чтобы она приходила. Но она говорит, я не смогу быть просто дома, когда ребёнок болеет. Поэтому она с нами. Тем более, у меня первые два дня было так плохо тоже. Была и температура у меня немножечко. Что? Маленький. Видите, как она охрипшая. Идём кушать. Ура! Классно! Да? Да! Она у нас молодец делает ингаляции. Прям... Пока фотофон... Нормально. Так, а ты чё? Хек. Хек не надо пока. Буду вводить новую рыбку, когда она уходит. Вот цыплёнок плюс говядина. Первая ночка была просто ужасная. Как раз в эту ночь приехала мама. Это была вторая ночка, когда Амалия заболела. И я болела. То есть мне было прям очень плохо. У меня и голова болела. То есть вот это всё заложено. И температура. У меня прям организм явно поролся. Где-то от 37 до 37,8. Была вот так температура. То есть я даже ничего не пила. Никаких жаропонижающих. Ничего. И она потом сама прошла у меня температуру. Вот ещё вчера была где-то там 37 с чем-то и всё. Потом перестала. Извиняюсь за какие-то там звуки. Там сосед ещё долбит. И мама сейчас Амалия будет кушать. А, сосед на трубоморке чуть разогреть. Мы вообще не спали в ту ночь по очереди. Сначала мама сидела. Потом у неё уже заболела спина. Я её забрала. Качали мы её. Вид потом с утра тоже сидел. Такая моя сладенькая. Такая моя умночка. Сейчас мы делаем всё, чтобы она не плакала. Если она начнёт плакать, у неё начнётся приступ. Ну, не начнётся, но может. Ну, может начаться, да. И вчера она легла спать на дневной сон второй уже вечером. И проснулась, начала плакать. Мы не поняли. Она была какая-то осипшая вся, знаете, такой хриплый голос. И она напугалась, она плакала. У неё вот это вот всё хрипело, как лаяло, знаете, как собачка. Мы сначала с мамой не поняли. Подумали, что она просто осипла. Ну, как, знаете, у всех у нас садится голос, когда мы болеем. Мы так сначала подумали. А потом мы пошли уже спать. Я её забрала с собой. Она спала со мной, потому что, ну, мы как бы по очереди хотели сидеть. Ту ночь больше мама сидела. В эту ночь как бы и я, чтобы была с ней, а мама поспала. Вот. Поэтому я забрала её к себе в кровать. Она спала. Нормально всё было. Потом я её переложила в качели. Потому что она просыпалась от того, чтобы, ну, чтобы её укачивали. То есть, когда ей плохо, ей нужно, чтобы её качали. Поэтому я положила её в качели, чтобы она там укачивалась и спала. В общем, она где-то поспала часа два. Может быть, полтора. И проснулась. Начала плакать. Начала хрипеть. Вся вот так вот лаять, как собачка. Я вскочила. Её взяла. Начала качать. Думала, что сейчас пройдёт. Потом прискочил Виталик уже. Начала тоже её пытаться успокаивать. Она вот это... Вот так вся хрипит. Мы не поймём. Да, я получаю рассказы, малыш. Мы не поймём, что такое. Дали ей водички. Водички... Водичку она не смогла пить. У неё начался вот этот вот рвотный рефлекс. То есть, у неё в горло не проходит водичка эта. Она начинает вот так делать. Тут мама уже услышала. Тоже подскочила. Все решили, что нужно вызвать скорую. Потому что что-то не то. Как будто она задыхается. Ещё мы вызвали диспетчер по телефону. Сказала нам, что это может быть приступ ларингита. Поэтому пока, говорит, едет скорая, у вас есть ингалятор. Слава Богу, что у нас есть. И у нас есть на ингаляторе детская такая насадка. Чтобы она смогла дышать маленькая. Видите, такая как раз для неё. Мы не знали, что туда налить. Мы налили просто воды. Минералку можно? У нас не было минералки, да. Ну, в такой смысле, как она? Воржоми. Воржоми. У нас не было, поэтому решили воды налить туда. Чё-то уважнить. Да. Что ещё такое? Ой. Сначала она прям отталкивала её. Потом мы всё-таки как бы заставили под маской сидеть. Она поняла, что ей, видимо, легче делается. И она стала дышать. И уснула потом. Прям с этой маской вот так вот у мамы на руках. Приехал скорая, мужчина, врач. Кусать ещё хочешь? Сейчас, баба, съедите. Он нам предложил госпитализироваться. Я спросила, обязательно ли. Он сказал, ну, он просто всем малышам всегда предлагает госпитализацию. Но он даже сам сказал, что сейчас ехать в инфекционку, когда там не ковид и всё на свете. То есть, я, говорит, не вижу каких-то серьёзных показаний к тому, чтобы вы сейчас поехали в больницу. Потому что она же спит. У неё нормальное дыхание сейчас. У неё прошёл приступ. И я, говорит, не вижу смысла её забирать. Вызовите врача на следующий день. Просто напишите мне отказную. Мы написали отказную. И, собственно, он вам назначит лечение. Будете уже смотреть за приступами этого ларингита. Это как бы осложнение от вот этого вируса. Ночью я потом её положила с собой опять. Я прям вообще не спала почти. Я вскакивала, когда она начинала кашлять. Сразу её подкачивала и укладывала обратно, чтобы у неё опять вот этот приступ не начался. Потом мама забрала уже воду. Утро где-то два сколько? Два седьмого. У неё она была лучше даже уже спала. Тоже подкачивала. Ну, такая у нас была очень весёлая ночь. Дотя! Слава Богу, что сейчас как будто бы ей стало легче в плане температуры. У неё три дня, получается, держалась высокой температурой. Мы постоянно сбивали, сбивали, сбивали. Плохо она сбивалась. Мы всем подряд сбивали. В инстаграме мне тоже, девочки, спасибо. Очень много советов поступало. У нас, мне кажется, уже есть всё, что нам писали. У нас есть и нурофен жидкий. Я хотела купить нурофен в свечках. Как называется, скажи, цификон свечи. Это с парацетамолом. Потом жидкий парацетамол есть у нас, панадол. Мы их чередовали, то есть постоянно. Парафен и парацетамол постоянно чередовали. Мы не так уж прям многое давали. Мы где-то за сутки раз в три всего давали. Ну да. И сегодня вроде бы мы последний раз в 12 ночи дали ещё перед скорой. То есть у неё температура упала. И сейчас вроде как нет, кстати, померю. Да. Сейчас я вообще померю. Ну на, я ей сама. Так. 36,9. Слава богу. Божечки, хоть бы больше не поднималась. Кушает она цыплёнка и говядину. Кстати, хотела ответить на комментарии, которые пытаются меня обидеть. Типа того. Я на самом деле к этому нормально отношусь. Много смотрела девочек-блогеров в инстаграме, которых там мамочек тоже чмырили. В общем-то за то, что ребёнок ест баночки твои. Фу, конечно. Ты же такая супер занята, что ты не можешь приготовить ничего своему ребёнку. Поэтому проще купить эту тупую банку и дать ему. Меня это совсем не обижает, потому что я вот этого насмотрелась, как там всех чмырили тоже девчонок за то, что некоторые дают банки, хотя сидят дома, да, не работают. И у них есть время приготовить, но они всё равно дают банки. Даже врач. Мы вот недавно были на приёме в 10 месяцев. Она сказала водить потихонечку рыбку. Говорит, я за баночки. То есть вы можете пока сами не варить. Я за баночки. Потому что мы за них уверены, что там всё по стандартам. Всё окей. Второй момент. Я как-то ей сварила суп. Вроде бы с её любимой цветной капустой. Помнишь, мам? Ты была, мам, у нас? В общем, она мне его чуть ледаком не вылила, потому что ей вообще не понравился вот этот домашний суп. Хотя я там, ну, вкусненько его сделала. То есть он объективно был вкуснее, чем в баночке. Но она его не захотела, потому что она вот как-то, я не знаю, привыкла к этой консистенции баночек. И то есть домашнюю еду она пока она не ест. Я считаю, что значит ещё не время. Это не то, чтобы проще баночку открыть. А почему и нет? Ну, то есть если она их не ест, хорошо, а не ест домашнюю еду, почему не давать ей баночки? Кому-то что-то доказывает с пеной у рта, что вот смотрите, я готовлю. В любом случае она начнёт с нами, рано или поздно ей с общего стола, понимаете? Тут как бы... Она и сейчас рот открывает, ей только дай нашу еду, просто нельзя. Там вот специи, соля, она прям аж рот открывает. Ну, запеканку извините, я же ей не буду запеканкой такой кормить, где и масло, и сахар, и всё на свете. Он ромашку пьёт. Смотрите, как пьёт сама ромашечку. Ой, ты моя умница, ромашку пьёт. Пьёт только из стаканов. Молодец, зайка, ты такая умница у меня. Ромашку пьёт, чтобы горлоско не болело. Ты что, бабу пьёшь? Ты всё раз баяни, потому что зверина тут налили. Чё тут болит? Юлики, моя зайка. Чё спать пошла? Так что я хотела ответить на вопросы про баночки. Меня это нисколько не обижает, не затрагивает. Просто решила ответить на вопрос, в принципе, на который я уже отвечала. Что она особо вот такую сваренную еду, которую ей можно, она не ест. Она тянется к тому, что ей пока нельзя. Там какие-то вот эти запеканки. Вчера пирожки я делала с лаваша. Такие пп-шные. Но, тем не менее, пока ей это нельзя. Ну, не желательно. Так что сейчас вид поехал за лекарствами. Врач приходила с утра. Послушала её лёгкие, слава богу, чистые. Сказала, что это не прямо ларингит у неё. У неё, в общем, может просто начаться приступ из-за того, что она плачет. То есть, сосуды расширяются. И вот этот отёк происходит в горле. То есть, ей не нужно допускать, чтобы она плакала. То есть, мы сейчас всё по её прихотям делаем, лишь бы она не плакала. И вот, слава богу, она один раз делали мы ингаляцию. Ну, прям сидела, такая дышала. Надеюсь, что так и дальше будет. Сейчас папа привезёт лекарства. Так, скажи название, забыла я уже. Да, как-то так. Сейчас вид купит. Покажем вам. Противоотёчный. Противоотёчный препарат, который нужно наливать в ингалятор. Которым нужно дышать два раза. И два раза физраствором нужно дышать. И потом ещё нам сказали, на всякий случай, как раз таки фельдшер со скорой помощи сказал купить уколы. Дексаметазон. Дексаметазон. Это на крайний случай гормон, чтобы у неё расслабились вот эти сосуды и отпустила. Если вдруг произойдёт сильный отёк, она прям будет задыхаться, там скорая. То есть, будет долго ехать, чтобы самим успеть как бы сделать укол. Но это прям крайний случай. Я прям очень надеюсь, что такого у нас никогда не будет. Но я считаю, если такое происходит уже, в аптечке должно быть и моя. Должно быть это, чтобы избежать всяких. Малышотик. У нас хоть сегодня в хорошем настроении. Смотрите, как у нас волосы уже растут сзади. Прям хорошо. Да? Да. Пушок такой. Только его не видно нифига. Лера тоже выше была до года. Потом чуть-чуть начали расти. Дочь, покажи, какие у тебя реснички. Не, ну у неё прям кушок, кушок. Покажите, какие у нас реснички и бловки. А то говорят, что у тебя не ресничек, нет, не бловок. Не, ну она тёмненькая будет, сегодня будет. Да нет, у неё ресницы, кстати, классные. Я тоже такие хочу, дочь. У неё глаза карие. Да? Как ты побольше? Малышка! Малышка, ты что, застеснялась, что ли? Нет, мне под коробочкой нравится. Дочь, а? Нажми все коробочки. Наша аптечка, это моё аналог Тантум Верде. Кстати, классный прям. Потом мы пьём все и я, потому что на ГВ ничего нельзя толком. И Амалия пьёт вот эти капельки. Танзилгон оглушила меня. Потом капельки вот эти називин мы ей даём, когда носик не дышит. Панадол, это у нас парацетамол жидкий, нурофен. Здесь ромашка, это она пьёт водичку просто свою кипяченую. Предвижу ваши комментарии на тему того, что вы её везде с собой берёте по магазинам. Во-первых, заболел первый Виталик. Бедного, теперь его там в комментариях зачмыряют. Потом уже заболели мы, во-вторых. Теперь я, начинай уже. А мы тебе говорили. Ну а чё теперь? Сидеть дома и не помочь своим родным? Мы тебя теперь будем лечить. Она не любит мерить температуру. Ну да, мы её таким говорим. Почему-то боится градусника. Вот. Во-вторых, видела комментарии, когда выставила в сообщество YouTube, что мы заболели, что, в общем, мы мотаемся там по магазинам с ребёнком. Подождите, а вы что, не берёте ребёнка в магазины? Все мои знакомые с детьми, все везде ходят, ездят с детьми в магазины и так далее. Вы вообще о чём? А когда мы оставляем ребёнка на бабушек, мы опять плохие. Потому что мы оставляем бабушкам, а не находимся постоянно с ним. В общем, вывод такой, что сейчас вот эти все комментарии, которые будут написаны, это всё высосано из пальца. Люди просто смотрят видео для того, чтобы придраться к каждой мелочи и написать всякое АГЭ в комментариях. Потому что своей жизни у людей нет. Смотрите, какая пижамка классная. Это с Василька. Я помните, он распаковку делал? Такой топик и штанишки. Ай, мы сегодня хоть как-то пободрее, повеселее. Потому что Муся у нас хоть улыбается. Ну что, ты помедлила температуру? И температуры уже почти нет, и мы прям рады. Да? Да. Вот она, моя умная девочка. Даже улыбается. Ножка вот как делает. Дыши. Молодец, дыши. Да, дыши, дыши. Телезвезда дышит. Она у Вас очень сильно заболела. Да, я рассказывала. Рассказала? Угу. Понимает, что надо лечиться и сидит, терпит дыр. Вот Маша как раз. Угу. Вот Маша как раз. Угу. Угу. Угу.